приветствую всех с вами олег саламаха и начиная с этого видео мы с вами смотрим самый первый супер турнир в 2023 году турнир под названием тета стил чест торнамент 2023 который проходит с 13 по 29 января в городе вайконзе играют у нас 14 сильнейших шахматистов играют по круговой системе то это с то есть это самый длинный турнир в году где он проходит за 13 туров и давайте посмотрим кто принимает в нем участие играет у нас чемпион мира магнус карлсон китайский супер гроссмейстер дин лижей гроссмейстер из сша фабиана круана гроссмейстер из голландии аниш гири гроссмейстер из сша также уэсли со гроссмейстер из румынии рихард раппорт гроссмейстер из сша ливон аронян гроссмейстер из польши янгшиш resid hp dida гроссмейстеры из индии домараджо гукеш гроссмейстер из индии арджуна и ригайси гроссмейстер из узбекистана назербек абдустаторов гроссмейстер из германии винсент каймер красмейстер из голландии йордан ван форест или гроссмейстер из индии rahmenhish бабу прагнананха россия к сожалению на этом супер турнире не представлена но все вы знаете по каким причинам итак друзья начинается у нас одно из самых главных пиршеств этого года большой классический супер турнир сегодня были сыграны партии первого тура ставим лайк до начала обзора это позволит видео продвигаться в рекомендациях и внимание на экран сейчас на экране вы видите всю самую необходимую информацию о супер турнире проходит он у нас с 14 по 29 января три выходных дня 18 23 и 26 января формат турнира следующий классика 100 минут на первые 40 ходов затем 50 минут на следующие 20 ходов и затем после 60 хода дается еще 15 минут до конца партии с 30 секундным добавлением после каждого хода первом туре играет йордан ван форрес против войс лесо рихард раппорт против надербека абдусаторова фабиана круана против ани шигири дамараджу гукеш против дин лежения пархам максуду против винсента камера магнус карлсон против ливона ароняна и рамеж бабу прагнананха против арджуна эригайси белыми играл магнус карлсон черными играл ливон аронян и так начинаем обзор партии очень интересного противостояния где белыми играл чемпион мира черными играл американский гроссмейстер ливон аронян у нас было разыграно каталонское начало в исполнении магнуса карлсона соперники закончили развитие рокировав в короткую сторону два раза после dc черные забирают пешку на поле c4 и белые отвечают ферзь c2 все это конечно же теория а6 чтобы после хода ферзь бьет c4 выиграть темп ходом b5 и затем слон выходит на поле b7 поэтому а4 играет магнус карлсон слон d7 ферзь бьет c4 и слон c6 черные хорошо расположили все свои силы слон g5 слон d5 ферзь c2 слон e4 ферзь c1 конечно же магнус карлсон на ничью не согласен которая могла возникнуть если бы например оба соперника были настроены благожелательно друг другу после ферзь c4 слон d5 примеру ферзь c2 слон e4 можно соглашаться на ничью и так ферзь c1 с одной стороны белые уходят от приставания слона с другой стороны все-таки ферзь на поле c1 расположен не слишком-то хорошо здесь конечно лучше бы водя стояла a6 слон бьет f6 слон бьет f6 черные получают преимущество двух слонов водя d1 a5 конь d2 слон h7 и конь b3 здесь играет магнус карлсон с явным намерением поставить коня на поле c5 ну и вот здесь леон аронян допускает неточность с точки зрения анализа хотя как выясняется что и то продолжение которое он сделал все равно позволило черным в итоге получить хорошую позицию и так конь d7 леон аронян так сыграл здесь конечно c6 было самое такое принципиальное сыграть на конь e5 теперь конечно же брать на поле е5 плохо белый возьмут на е5 и вторгнуться ладьей на поле d6 поэтому ферзь c7 но здесь белый играет ферзь c3 и как-то все-таки поддавливают итак конь d7 не пускают пока коня на поле c5 но конь e5 находит очень сильное продолжение магнус карлсон c6 и ферзь c3 наваливается чемпион на пешку на поле a5 b6 не сыграешь пешка на поле c6 висит поэтому водя a7 играет леон аронян заранее видя ту возможность которую и воспроизвел магнус карлсон на доске у белых здесь есть красивый удар тактический конь бьет a5 теперь проблема в том что после водя бьет a5 будет взятие просто конь бьет d7 с нападением на ладью и на слона а если ферзь бьет d7 то ферзь бьет a5 поэтому сначала нужно уничтожить коня слон бьет е5 d e и теперь забрать на поле a5 но водя бьет d7 такой вот тактический ударчик со стороны магнуса карлсона теперь снова если забираем на поле d7 то белые забирают на поле a5 поэтому играет ладья бьет a4 леон аронян теперь просто висит ладья на поле a1 с шахом поэтому брать на поле d8 не очень-то хорошо черный получит за ферзя две ладьи ладья бьет a4 ферзь бьет d7 в результате такой вот разменной операции у белых получается позиция чуть-чуть поприятнее но не более того ладья d4 ферзь c7 ладья d6 вроде бы белые пока пытаются давить хотят например сыграть ферзь d2 ладья d7 но черные играют ладья 8 тоже занимают ладьей открытую вертикаль грозит ладья a1 слон f3 чтобы королю можно было пойти на поле g2 слон g6 h4 h5 и король g2 но теперь никаких шахов случайных белые не зевнут и черные начинают постепенно упрощать позицию ферзь b6 с идеей сыграть ладья 2 и навалиться на пешку ладья d7 король h7 также ливон ранян не забывает о профилактике и магнус играет ферзь d2 после ладья a5 черные нападают на пешку на поле е5 но b4 магнус карлсон здесь рассчитал интересный вариант который приводит форсированно к ничьей правда черным нужно было тоже проявить очень серьезную точность поскольку белые отдают пешку на поле е5 буквально заставляют черных ее забрать и играют ферзь d6 нападая на ладью и угрожая вторжением на поле f8 затем ладья d8 и мат на поле h8 ну и вот здесь ливон ранян находит великолепное продолжение он играет сначала ферзь b5 защищая ладью при этом как мы видим нападает он на пешку на поле е2 магнус осуществляет угрозу ферзь f8 с угрозой ладья d8 но тут ладья бьет е2 ливон ранян все очень точно рассчитал конечно ливон ранян считает очень хорошо вариант не слишком-то сложный после взятия на едва ферзь бьет едва будет грозить смертельный шахт с слоном на поле е4 поэтому белые на такое решиться не могут они играют ладья d8 грозит матом в один ход теперь черные вынуждены играть слон е4 связывает слона чтобы слон не мог взять ладью ну и король уходит на поле g6 после слон бьет е4 шах ладья бьет е4 пешка на поле b4 у белых висит ферзь бьет f7 ладья е1 угрожает теперь просто вторжение ферзя на поле f1 ну и тут магнус карлсон объявляет вечный шах ничего здесь большего нет белый уже пока без пешки шах король g6 шах король h7 замечу что нету взятия на h5 потому что ферзь на поле b5 эту пешку защищает белой без пешки плюс король у них в опасности поэтому магнус карлсон здесь уже просто форсирует ничью вечным шахом и вот так вот и закончилась эта встреча оба соперника оказались достойны друг друга проявили мощную можно так сказать такую вот дебютную дуэль где белые конечно немножечко поддавливали но ливон араньян за счет тактических возможностей сумел уравнять позицию и в итоге игроки причалили к мирной гавани идем дальше белыми играл пархам максуду черными играл винсент каймер и так в этой партии у нас был разыгран дебют рейти в исполнении пархама максуду после ед cdd3 е6 рокировка h6 водя е1 позиции получается закрытого типа сон d6 коня 3 рокировка конь c2 a5 a3 и черные играют е5 как мы видим позиции полностью закрытые и белые ищут как бы ее вскрыть водя бы 1 с явным намеком сыграть b4 но черные играют a4 теперь случае b4 будет взятие на проходе и пешка на поле a3 ослабнет конь b4 водя е8 и c5 пархам максуду старается изо всех сил обрести хоть какую-то активность потому что черные по дебюту даже получили позицию получше солнце 7 но винсент каймер точен до конца если слон бьет c5 то это хуже конь бьет c6 bc и конь бьет е5 и белые получают явный перевес поскольку теперь пешка на поле c6 становится очень слабой солнце 7 конь d2 белый хотят перевести коня на поле c4 чтобы атаковать пешку на поле е5 но слон g4 напали на ферзя слон f3 слон бьет f3 ферзь бьет f3 и ладья a5 играет винсент каймер нападая на пешку на поле c5 но при этом отдавая на c6 после конь бьет c6 bc ферзь бьет c6 ладья е6 черные опережают белых в развитии тем более что как мы видим у белых фигурки еще так стеснены на ферзевом фланге ферзь f3 ладья бьет c5 и позиция черных лучше b4 a b конь бьет b3 ладья c3 слон d2 до поры до времени оба соперника играют просто идеально и здесь винсент каймер наносит сильный тактический укол играя е4 пешкой бить нельзя потому что ладья атакует ферзя ферзь уходит но вот в этой позиции винсент каймер не сумел решиться на очень перспективную жертву качества ну конечно опять же легко давать рекомендации когда видишь под рукой оценки компьютера да и вот здесь конечно взять и на d3 пешкой сразу же приводит к разгрузке позиции и быстрой ничьей а вот если бы ладья бьет d3 сыграл винсент камер то здесь конечно неизвестно как партия бы закончилась поскольку после конь c5 это вилка конечно же из именно из-за этой вилки винсент камер отказался от взятия лади значит ладьей этой пешки но ладья бьет d2 ферзь бьет d2 здесь есть очень перспективная такая перспективный скидок качества и ладья е5 напали на коня ладья c1 и d3 ну и вот выясняется что белые фигуры очень серьезно стеснены черные здесь если например конь попадет на поле f3 будут тотальным образом доминировать что хотят сделать черные например они хотят сыграть ладья е7 затем централизовать ферзя на поле d5 и как выясняется эта позиция даже без качества была в пользу черных как ни странно всему виной вот эти вот мощнейшие пешки плюс катастрофическая слабость белых полей в лагере белых но естественно решиться на такое было невозможно после ферзь d1 тем более что когда ты только первый тур играешь и уже хочется так рисковать но нет конечно винсент камер не стал за собой сжигать мосты и винить его естественно мы в этом и не будем его еды забирает он пешкой после водя бьет е6 f е конь бьет d4 такой вот еще симпатичный тактический ударчик понятно что взятие на поле c3 приводил после cd вернее после dc сразу к выигранной позиции здесь потому что я несмотря на то что вроде бы качество забрали но две таких пешки связанных проходных с ними бороться нереально черные сразу бы победили поэтому конь бьет d4 играет архам мух суду ферзь бьет d4 сон бьет c3 ферзь бьет c3 и водя b3 маячит в перспективе окончания где у белых будет водя и пешка за две легких фигуры у черных ну и вот здесь после ферзь c6 ферзь бьет d3 конь е4 играют черные ферзь е2 и дальше после слон d6 водя е3 белые начинают атаковать коня и пешку на поле е6 конь бьет f2 сразу же винсент камер сворачивает борьбу конечно можно как-то играть конь c5 но все равно надо еще считать владя бьет е6 и смотреть будет ли там вечный шаг а может его там и не будет в общем конь c5 еще как-то можно наверное было сыграть но комбьет f2 сразу же решил винсент камер свернуть борьбу все дело в том что следующий ход следует солнце 5 и белые просто вынуждены отдать качество назад после король бьет f2 парха мук суду сделал этот ход и предложил ничью которую винсент камер и принял ну поскольку после слон c5 связывается это самая ладья и в итоге получается полностью равные ферзевое окончание также оба соперника оказались достойны друг друга партия получилось интересная несмотря на то что вроде бы такая довольно сухонькая идем дальше белыми играл фабиана круана черными играл они жгири в этой партии у нас было противостояние американского матиста против гроссмейстера из нидерландов хозяева хозяина как раз таки супер турнира в вейконзе так как вейконзе это город в нидерландах после c5 d3 сон е7 конь d2 возникло английское начало рокировка конь c4 конь c6 ферзь c2 a5 е4 ферзь c7 h3 позиции получается закрытого типа после конь д7 слон е3 слона 6 конь d2 соперники начинают маневрировать водя c8 водя c1 ферзь b6 конь b3 ну и конь d4 играют черные с целью упростить позицию после слон бьет d4 cd напали на ферзя ферзь b1 и конь c5 отвечает они жгири атакуя коня и атакуя пешку на поле а4 и вот здесь фабиана круана допускает ошибку играя конь бьет d4 кажется что ход очень логичный поскольку теперь белые забрали пешку защитили конем коня но не учитываются все тактические нюансы и выясняется что ход конь f бьет d4 приводит к огромным проблемам которых можно было бы избежать если бы белые забрали просто конем на поле c5 после слон бьет c5 конь е5 белый конь направляется на поле c4 ну и здесь белые постепенно выправляют позицию и так конь бьет d4 конь бьет a4 ферзь a2 белые нападают на коня если конь уходит то теряется пешка на 5 но конь бьет b2 продают значит черный жизнь своего коня подороже ферзь бьет b2 и вот здесь сон f6 отвечает аниш гири завязывая коня на поле d4 мы видим что черные пожертвовали сейчас фигуру они хотят сыграть a4 и конь на поле d4 окажется просто связанным и он отыгрывается но вот выясняется что ход сон f6 это очень неудачное решение а большой перевес давал черным ход a4 теперь выясняется идея на конь d2 мы просто меняемся на c1 если забираем ферзем то теряем коня на d4 ферзь вынужден защищать коня а после ладья бьет c1 солнце 5 и теперь если конь уходит у теряется еще пешка на поле f2 конь f3 a3 ферзь a1 ферзь вынужден как мы видим защищать коня но ладья d8 в итоге черные все-таки продавливают оборону после конь b3 слон бьет f2 шах король h1 и просто h6 такой тихий ход форточка очень на самом деле интересная получается позиция поскольку белый очень серьезно стеснены нету например хода d4 потому что повиснет сон сейчас пешка на поле d3 атакована грозит вторжение ферзя на поле е3 и выясняется что несмотря на то что у черных здесь не хватает фигуры но на самом деле черные здесь просто получали выигранную позицию поскольку пешка на поле d3 в результате терялась еще и уже у черных было бы три пешки за фигуру то есть полный материальный эквивалент плюс страшные силы проходные на ферзевом фланге но опять же повторюсь легко давать такие оценки имея под рукой движок а человеку всегда что-то страшно после ферзь бьет b2 слон f6 сыграл очень логично аниш гири но тут его фабиана куана подловил ладья бьет c8 ладья бьет c8 и ферзь а2 напали на пешку на поле а5 сейчас как мы видим фигуру фабиана куана отдает назад потому что ну невозможно было ее спасти а после слон бьет d4 конь бьет d4 ферзь бьет d4 ферзь бьет опять гордость черных вот эти связанные проходные пешки на ферзевом фланге теперь они разрушаются сейчас как мы видим пешек поровну получается окончание после водя c6 ферзь а4 ферзь c3 ладья b1 пешка на поле b4 теперь у черных слабо а6 отвечает аниш гири делая форточку ну и после ферзь бьет b4 здесь фабиана куана забрал эту самую пешку предложил ничью и они жгири эту самую ничью принял ну понятно что в случае разменов пешка на поле d3 она очень слабо и здесь выиграть будет практически нереально за белых реализовать какую-то вот эту одну лишнюю пешку 5 на 4 на одном фланге в общем после ферзь бьет b4 фабиана куана отделался легким испугом предложил ничью и конечно же аниш гири который известен как раз таки как мастер ничьих эту самую ничью принял на 31 ходу соперники разошлись миром идем дальше белыми играл рамеж бабу прагнананха черными играл арджуна ригайси индийское противостояние разыграна у нас защита грюнфельда ну и здесь в этой партии особо ничего интересного не было соперники разыграли длинную теоретическую ветку после h4 конь a5 слон d3 cd cd белые получают крепкий пешечный центр но при этом черные как мы видим принимают жертву пешки после слон g5 ферзь h5 соглашаются терпеть унижение в виде вырезанного полностью из игры ферзя е5 f6 ну и после еф слон бьет f6 выясняется что белые ничего из этого извлечь не могут после слона f6 водя f6 черные получают лишнюю пешку водя c8 солнце 8 водя c1 слон b7 и слон е4 водя f7 слон b7 конь как мы видим сейчас у белых лишняя пешка после ферзь е3 они начинают давить на пешку на поле е6 плюс у них активная ладья ферзь f5 водя c6 пешка на поле е6 любом случае скорее всего должна погибнуть конь d8 но пока арджун ригаси цепляется водя d6 ферзь f6 и конь g3 после ферзь е7 конь е4 водя f5 ферзь b3 у белых доминация король g7 ферзь c4 h5 король f1 h4 ферзь c8 и водя d5 отвечает арджун ригаси поскольку у размены выгодно черным так как у них лишняя пешка водя бьет d5 ед конь c3 но активность белых довольно высокая и реализовать эту лишнюю пешку крайне тяжело компьютер говорит что позиция равные ферзь g5 конь е2 конь f7 ферзь b7 белые нападают на пешку на поле a7 после ферзь f5 ферзь бьет a7 черные соглашаются с тем что лишнюю пешку им не удержать но и в итоге форсирует ничью после h3 gh ферзь бьет h3 шах король f2 ферзь h4 сделав этот ход арджуна ригаси предложил рамеж бабу прагнананхи ничью которую тот и принял но тут особо ничего такого интересного не было соперники немножечко повозили и согласились такая вот индийская дружба и солидарность идем дальше белыми играл дамараджу гукеш черными играл день лежень в этой партии у нас была разыграна новоиндийская защита после слон d2 слон е7 слон g2 рокировка рокировка стороны закончили развитие и черные отвечают d5 закрывает центр конь c3 c6 слон f4 конь d7 cd ед и белый перегруппировать коня на поле е1 открывая слона на поле g2 ладя е8 конь d3 конь f8 слон g5 конь е6 сломит f6 сломит f6 и е3 получается примерно равная позиция и черные здесь бросаются в пучину осложнений играя конь c5 такой симпатичный тактический ударчик напали на коня причем дважды конем и слоном поэтому приходится брать dc слон бьет c3 водя c1 ферзь f6 после ферзь c2 d4 cb ab водя d1 водя d8 задача черных удержать пешку на поле d4 ед слон бьет d4 ну и теперь получается позиция где белые как мы видим перед выбором у них пешка на поле f2 слаба черные хотят забрать коня на поле d3 уничтожить защиту пешки значит на поле f2 пункта на поле f2 и выясняется что взятие например на поле c6 здесь сразу же проигрывает моментально по причине слон бьет d3 теперь если водя бьет d3 то сразу же получают мат здесь красивый белые так как черные жертвуют еще воде вот так вот красиво ну и быстро добираются до белого короля объявляя ему вот такой например мат но после хода слон бьет d4 здесь вот возник первый критический момент в партии белые не разобрались что можно было забрать слоном слон бьет c6 водя c8 и здесь конь f4 таким образом сейчас белые как мы видим увели коня из-под удара но слон b7 и вот здесь выясняется что нужно жертвовать ферзя после слон бьет b7 водя бьет c2 водя бьет c2 опять же без компьютера здесь разобраться довольно тяжело но компьютер говорит что белые здесь были вне опасности поскольку все их фигуры активны конь на поле f4 расположен хорошо слон пойдет на поле g2 конь на поле так неправильно стрелочку нарисовал конь пойдет на поле d5 водя например пойдет на поле d2 у белых как мы видим сейчас за ферзя получается ладья а вернее две ладьи так нет не две ладьи ладья значит слон и пешка что конечно вроде бы является достаточным материальным эквивалентом как раз таки если переводить ферзь это 9 единиц ну и ладья с слоном и пешкой с конем и пешкой тоже является как раз таки в 9 единиц получается то есть позиция с нарушена материальным равновесием и здесь победил бы тот кто лучше играет в шахматы в общем здесь белые были бы вне опасности поэтому после слом бьет d4 пешку на поле c6 можно и нужно было взять но только брать слоном но не разобрались естественно белые в этих осложнениях сыграли кони в 4 сразу и получили удар g5 после коня h5 ферзь а6 черные завладели инициативой сон f3 и c5 теперь черный получают явный перевес поскольку слон на поле d4 не имеющий оппонента очень серьезно давит на королевский фланг белых g4 и f5 находит еще один очень сильный ресурс день лежень он пытается вскрыть игру по максимуму теперь если забрать ферзем на поле f5 то слон c8 ферзь c2 и ладья f8 и черные пытаются добраться до королевского фланга ферзь е4 тогда водя d7 очень такой тонкий сильный ответ грозит слом b7 с выигрышем фигуры а на ферзь е2 белые вынуждены защищать слона следует еще один сильный ход ферзь d6 с угрозой водя е7 поэтому конь g3 тогда водя е7 но если слон е4 то водя f4 черные полностью доминируют и здесь белые должны довольно быстро проиграть и так конь g3 сыграл сразу домараджу гукеш последовало взятие на g4 конь f5 если слон бьет g4 то слон выходит на большую диагональ то есть разбойник выходит на большую дорогу и здесь белые сразу же очень быстро проигрывали и так конь f5 ферзь f6 слон е4 и h5 играет день лежень здесь опять же с точки зрения анализа выигрывал ход ферзь е5 напали на слона теперь если конь g3 то h5 с угрозой h4 ну и здесь белый просто не держится в другом случае ферзь идет на поле f4 и так h5 b4 король f8 и вот здесь наступает самый критический момент в партии здесь домараджу гукеш вместо правильного хода а4 с идеей b5 сыграл очень мягко а3 и проиграл очень быстро партию после а4 на самом деле выясняется что вся борьба бы еще была впереди на ферзь е5 находится сильный ответ солнце 6 напали на ладью и грозим ходом b5 водя е6 b5 солнце 8 конь бьет d4 после cd a5 b6 позиции получается сумасшедший дом у белых сейчас как мы видим не хватает двух пешек но у черных король полностью раскрыт грозит b7 водя е7 тогда ферзь е6 напали на пешку на h5 чем дело закончится здесь совершенно не ясно очень сложно можно так сказать оценка компьютера не ясно и оценка позиции но после хода король f8 очень мягко сыграл домараджу гукеш сыграл a3 и теперь черные просто выигрывают h4 теперь нету хода конь g3 конь не может вернуться водя е1 и водя бьет е4 тактику наносит день лежень теперь если забирать на поле значит е4 ладьей то опять же получается так что черные выигрывают тем же самым тактическим красивым ударом слон d3 забрал ферзем на поле d3 это же последовал красивый тычок слон d3 и черные побеждают потому что они получают два слона за ладью нельзя забирать слона по причине слон бьет f2 шах скрытый удар и здесь после король бьет f2 водя бьет d3 еще и конь на связке теряется ну и белые здесь моментально проигрывают после слон d3 версии значит е6 играет домараджу гукеш но теперь день лежень просто забирает на поле е6 затем забирает коня у черных два слона мощнейших и угроза g3 смертельные водя бьет b6 g3 hg hg после bc слон h3 тут уже даже не стал продолжать играть домараджу гукеш а просто сдался ну потому что грозит взятие на поле f2 с шахом и пешка проходит ферзи черные последним ходом взяли под контроль поле f1 и вот так вот закончилась красиво эта партия итак пролилась у нас первая кровь друзья день лежень одерживает победу черным цветом над индийским гроссмейстером домараджу гукешем идем дальше белыми играл йордан ван форест черными играл уэсли со в этой партии соперники разыграли каталонское начало дебют давайте проматываем тут особо ничего интересного не было ферзей разменяли соперники сразу же в начале ну и после ладья d8 конь е3 слон бьет е3 слон бьет е3 конь е7 слон d2 слон b7 конь b1 f5 рокировка белые закончили развитие черные отвечают ладья d7 ладья d1 ладья d8 и вот в этой позиции йордан ван форест делает довольно серьезную неточность но не ошибку здесь надо было сыграть король f1 такой найти тонкий ход но он сыграл слон е1 намереваясь дальнейшем упрощать позицию и не заметил красивого промежуточного удара конь f4 очень симпатичный тактический удар теперь висит ладья и висит слон ладья бьет d7 конь бьет едва шах еще и пешка висела с шахом после короля f1 ладья бьет d7 вот здесь на самом деле у вас лисо после хода король бьет едва сыграл слон бьет g2 и это не сильнейший ответ очень сильно было попытаться сыграть слона 6 шах но естественно человеку найти все эти варианты было абсолютно нереально а вам я естественно это все покажу то есть шах король е3 ладья d3 шах ну теперь если король е2 то получается все равно ничья вечным шахом черные спасаются без фигуры если же белый пытаются играть на победу играя король f4 то вот здесь очень тонкий ход слон b5 идея которого выясняется в варианте который мы сейчас с вами и посмотрим слон b5 это конечно вот самое сложное было найти именно этот ход теперь если например ладья c7 ну просто сделаем какой-то ход до белый нападают на коня на пешку то черные играют конь g6 шах король g5 и неожиданно после а6 выясняется что нельзя забирать этого коня по причине слон е8 и это шах а после водя f7 еще и мат поэтому после хода водя c7 конь g6 шах король g5 а6 нач коня нельзя забирать это конь троянский а после короля h5 слон встает засаду слон е8 и снова грозит кони f4 двойной шах и мат пешкой ходом g5 и выясняется что спасение у белых здесь просто уже нет абсолютно никакого после слона 6 король е3 ладья d3 король f4 слон b5 если бы все так было сыграно в партии то ничью за белых здесь приносит единственный ход слон d2 на конь g6 теперь король g5 а6 король h5 снова нельзя забирать по причине слон е8 мат ну а на король h5 теперь и слон е8 находится единственный ход слон бьет а6 который не проигрывает партию теперь конь е5 шах отгоняем короля король h4 забираем слона жаж то есть белые как мы видим отдали фигуру назад и после короля h3 прячут короля и позиция получается просто равный пешек поровну материала поровну вскоре можно соглашаться на ничью после водя бьет d7 значит у вас лисо после хода король бьет едва верней здесь он не сыграл слона 6 шах не нашел вот такой красивый вариант где белые могли ошибиться и очень быстро проиграть а забрал на поле g2 оставаясь со здоровой лишней пешкой но здесь после хода f3 выяснилось что слон грозит просто не выбраться из этого лагеря тюремного е5 конь d2 е4 фе фе король f2 и пришлось играть слон h1 поскольку если уходить на h3 то просто съедят пешку на поле е4 слон h1 король е2 конь d5 ладят c8 шах король f7 и за счет активности белых здесь белые вне опасности да у них не хватает пешки но у них все фигуры активные и дальше соперники перешли в окончание с легкими фигурами после чего точной игрой йордан ван форест сумел защитить эту позицию очень быстро позиция упростилась в результате получается окончание сейчас мы с вами увидим с разноцветными слонами и здесь после хода слон бьет d1 на сорок девятом ходу соперники согласились на ничью потому что белый здесь просто сыграет слон d6 защитят пешку на поле g3 ну и позиция получается здесь абсолютно равной и так в этой партии у нас тоже победитель не был выявлен идем дальше белыми играл рихард раппорт черным играл на дербек абдусаторов в этой партии у нас была разыграна венская партия после f5 d3 конь c3 bc d4 слон е2 конь c6 ферзь g3 рихард раппорт известен тем что он очень интересно разыгрывает дебют своеобразно слон е6 c4 получилась позиция закрытого типа слон b4 шах король d1 ферзь d7 ладья b1 и длинная рокировка на дербек абдусаторов довольно смело играет слон f3 слон е7 конь h3 b6 ну и выясняется что пока одна ладья только у белых атакует поддерживающих ее сил нет конь f4 g5 конь бьет е6 ферзь бьет е6 ладья b5 грозит очень неприятный ход слон d5 но конь b8 играет на дербек абдусаторов не боится ничего на слон d5 он хочет отступить ферзем на поле g6 ладья d5 c6 ладья d8 ладья d8 и от атаки белых не осталось и следа h3 конь d7 ферзь h2 h6 g4 конь бьет е5 черные съели пешку после gf конь бьет f3 fe конь бьет h2 ладья бьет h2 получается сейчас как мы видим позиция с лишней пешкой у черных ладья f8 слон b2 ладья f4 c3 после dc слон бьет c3 здесь как мы видим теперь уже позиция уравнялась у белых слабая пешка на поле е6 а у черных перспектива образования проходной пешки 2 на 1 на королевском фланге король d8 слон е5 ладья f1 шах король c2 слон f6 но при правильной игре конечно должна быть ничья ладья е2 король е7 d4 король бьет е6 и так черные уничтожили пешку снова остались с лишней пешкой после слон бьет f6 король бьет f6 d5 cd cd ладья a1 ладья е6 шах король f5 ладья бьет h6 знание что водейные окончания не выигрываются позволяет здесь рихарду рапорту с уверенностью глядеть в будущее но водейники эта штука очень коварная в них очень легко запутаться и сейчас мы с вами друзья будем как раз таки это наблюдать ладья бьет a2 шах король b3 ладья a1 и вот в этой позиции белые делали легко ничью ходом d6 с угрозой d7 король у черных отрезан по 6 горизонтали ладья d1 тогда король c4 с угрозой король b5 король c6 прийти на помощь к своей пешке a6 поэтому не даем пойти но король b4 белые просто стоят и выясняется что черные ничего сделать не могут так как на король е5 будет водя же 6 с атакой пешки g5 и случае взятия на d6 водя бьет g5 король f6 воде h5 черные отрезаны по 5 горизонтали да у них вроде бы две связанных проходных но у белых король там где нужно и здесь белые должны без особых проблем сделать ничью после водя а1 король c4 сыграл рихард раппорт это не точность но еще пока не ошибка водятся один шах а вот здесь ход король d4 выясняется что этот ход проигрывает партию только ход король b3 позволял белом с уверенностью защитить это окончание теперь если водя d1 то снова d6 и те же самые варианты ну или король е5 d6 водя d1 водя же 6 снова здесь те же самые идеи размениваем пешку d на пешку же после король d4 но если король f6 то воде h5 и король отрезан по 5 горизонтали а в случае король d4 h4 водя d5 водя g7 a6 водя c7 белые отрезают черных по вертикали c снова две грозные пешки не представляют особой опасности поскольку король находится у белых там где нужно король у черных не принимает участие в игре и здесь получалось ничья даже если сыграть водя c5 то пешечное окончание все равно получалось ничейным так как после водя бьет c5 bc h5 черные вынуждены отвлечься королем чтобы войти в квадрат пешки h в это время белый король просто уничтожит все черные пешки и получалось ничья но после водя c1 рикард раппорт находился в цитноте и контрольный 40 ход он сделал за 48 секунд ход король d4 этот ход проигрывает партию все дело в том что после водя d1 король c4 у черных находится коварнейший шах b5 если забирать то мы забираем пешку на d5 шахом и затем остается в живых пешка a7 что очень важно поскольку черные ее сумеют просто двинуть на поле a5 либо же ладью поставить на поле d7 и у черных здесь король активен дальше король идет к пешке на поле h3 и черные постепенно должны победить после b5 король c5 играет рихард раппорт но теперь b4 все равно вынуждают черные забрать королем эту пешку но рихард раппорт не упорствует не забирает водя h8 тогда пешка идет еще дальше b3 водя f8 король е4 водя е8 король d3 и получается после d6 b2 d7 король c2 что черные гораздо быстрее проводят свою пешку ферзи так как случае d8 ферзь черные отдадут ладью за пешку и проведут ферзя с другой стороны если сыграть водя b8 то можно просто забрать пешку на поле d7 и все равно неизбежно пешка черных проходит ферзи вот так вот рихард раппорт в шаге от ничьей ошибся и на дербек обду саторов одержал победу итак друзья мы с вами посмотрели все поединки сегодня было сыграно 5 ничьих и две партии были результативными на экране сейчас вы видите табличку с результатом участников а также турнирное положение участников после первого тура смотрите ознакомливайтесь друзья если обзор вам понравился поставьте лайки подписывайтесь на канал и включайте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале для вашего удобства если вы щелкните на левую конечную заставку то вы увидите обзор предыдущего тура это steel chess tournament 2023 или же если это обзор первого тура то горитм youtube подберет для вас что-то интересное и полезное справа будет обзор следующего тура или же также алгоритм подберет для вас интересное видео на моем канале все сделано для вашего удобства чтобы вы не потерялись и посмотрели весь турнир целиком для вас работал и комментировал алекс саламаха играйте в шахматы любите шахматы и увидимся на обзоре следующего тура или же следующего супер турнира пока